Приветствую вас. Выход из вашей ситуации, конечно, есть. Другое дело, насколько вам понравится то, что, например, я вам расскажу. Другое дело, насколько вы реально готовы менять что-либо в себе и тем самым менять что-либо в своем музе. Потому что как это не парадоксально прозвучительно, только изменив что-либо в своем поведении, только изменив что-либо в отношении, собственно, себя самой, вы сможете что-либо изменить в отношении него. Итак, начнем мы с вами сначала. И первое, что я хочу сказать, это то, что вы со своим мужем знакомы очень давно, 11 лет. Значит, вы познакомились, когда вы не были еще совершеннолетними. Это вытекает из того, сколько времени вы были знакомы. Я полагаю, что это очень важный момент, потому что, видите ли, когда вы начали с ним встречаться, когда вы начали с ним общаться, вы были, по сути дела, еще детьми. И детьми сейчас вы уже взрослые люди, и понятно, что у вас есть свои желания, понятно, что у мужа есть определенные свои желания, свои какие-то, значит, трудности и проблемы. Ну вот, что, знаете ли, характерно. Характерно то, что вы, значит, на протяжении всей вашей истории, вот как вы описываете ее, вы для своего мужа выступаете, ну, как будто, знаете, вот родитель, что ли, или вот как-то вот так у вас получается. Вы говорите, вот я хочу, значит, помочь своему мужу, без меня он пропадет и прочее, 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 пишите вы, то есть вы в отношениях заняли такую вот родительскую позицию, чего уж там говорить, давайте называть вещи будем все же своими именами, вот, вы и заняли в отношении мужа родительскую позицию. И, собственно, значит, здесь у вас как бы идет, на самом деле, такая довольно серьезная смесь из, значит, того, что переживаете за него, значит, он не может себя контролировать, он даже адвоката не может оплатить себе, насколько он безответственный сейчас. И, значит, у вас получается так, что вы воспринимаете его как ребенка, заняли вы позицию родителя, вот, у вас сейчас, по сути дела, два ребенка, да, один, собственно, грудной, да, второй, собственно, взрослый, и вы как бы добровольно вот согласились нести за себя, нести за двоих детей, собственно, ответ. Вы знаете, что я вам хочу по этому поводу сказать? Понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, что пять, шесть лет у вас все было хорошо, да, пять, шесть лет у вас все было нормально, а потом начались какие-то проблемы, да, там муж начал ругаться с вами, там, уходить куда-то, там, гулять, и прочее. То есть все, вот это вот стало происходить. и вы знаете, опять же, вот нет у меня понимания того, насколько вы воспримете мои слова, мои слова сейчас, но вы со своим мужем, ну, просто-напросто повзрослели, вы стали другими, другими. И вот это, то, что вы стали другими, вас, знаете, как изменило, вы друг для друга перестали быть теми, кем вы были раньше. Сейчас друг для друга, вы совершенно другие люди, и вам вот это нужно постараться понять, что вы другие сейчас, что вы не те, что были когда-то, вы другие. И у вас на самом деле есть выбор. Либо вы так вот за мужчиной и ухаживаете, так вы собственно за ним следите, как значит мама, да, и несете ответственность за всю его жизнь. Либо вы просто-напросто выходите из этих отношений, позволяете мужу быть тем, кем он является, а сами значит живете своей жизнью. Почему я вам все это говорю? Дело в том, что вы говорите, что вы любите его. Это, конечно, очень здорово. Здорово, что вы его любите. Но, вы знаете, как бы сильно вы его не любили, а ваш муж совершенно четкую, к сожалению, занимает позицию, при которой он в принципе, судя по всему, не готов делать ничего для того, чтобы ваша семья была полноценной, или как-то в этом роде. То есть, он не готов этого делать. и вы сейчас по сути будете вытащить его и себя, будете вытащить во собой. Зачем вы это делаете? Для чего вы это делаете? Ради сына, значит, ради сына пишите вы, которому нужен папа. по вашему мнению. Ну вот, есть сейчас у вашего сына папа. Да? Есть сейчас у вашего сына папа. Насколько этот папа, простите меня за некоторую тартологию, насколько этот папа является папой для вашего сына? Насколько он выполняет свои обязанности отцовские? Какой пример он подает ребенку? В общем, почему-то вот это все вы как-то так забываете. И, понимаете, вы как будто вот с мужем оба, знаете, вот вы были, ну, как бы, были детьми, когда, значит, начали встречаться с ним. вы были детьми. И у меня такое ощущение, что вы просто-напросто не повзрослели оба. То есть, как бы фактическое взросление наступило, а вот по факту вы не повзрослили, то есть, фактическое взросление наступило, да, а реально вы не повзрослили. я хочу вас только спросить, вот, вы ответственность за себя и своего сына взять реально готовы? вы готовы реально вот это сделать? Вы готовы как бы действовать в интересах именно вашего сына? Именно в интересах вашего сына вы готовы действовать? Если да, тогда нужно папе совершенно четко объяснить, что такое поведение для вас неприемлемо и что вы не собираетесь терпеть его вот эти вот загулы там и прочее, прочее, прочее. Вы понимаете, что ничего само по себе не изменится и пока будет такая собственная будет так действовать, чтобы он изменился реально, чтобы ваш муж изменился, чтобы он наконец-то начал ощущать ответственность, нужно, чтобы для этого был стимул. А стимул это вы, а вы этот стимул ему не даете, потому что он знает, что бы он не сделал, он все равно останетесь с ним. вы все равно будете с ним, понимаете? И нет у него стимула для того, чтобы что-то делать, нет у него стимула для того, чтобы как-то над собой работать, нет у него, к сожалению, стимула для того, чтобы обратить себе ответственность. Зачем, если есть вы, которая все сделает, которая поддержит, которая никуда не денется от него и так И вот это, это самое скверное во всей ситуации, потому что все можно в принципе понять, но то, что вы действуете в ущерб себе и в ущерб своему сыну, говорит о том, что либо вы сами боитесь ответственности, либо вы имеете неверное представление о семье, о том, что такое семья и так далее, либо вы очень сильно зависимы от этого мужчины и ваша зависимость, она заставляет вас быть с ним. Но в любом случае, выход является в том, чтобы вы устанавливали личные границы между вами и вашим мужем, потому что это единственный шанс кто-то в нем переделать. А других возможностей, других способов воздействовать на него нет. Поймите, пока его все устраивает, пока его устраивает, как ситуация складывается, пока он видит, что вы готовы его поддерживать, и пока он видит, что вы готовы делать для него все, что в ваших силах, он не изменится. Вот тогда вы... От того, как долго вы будете думать по-другому, зависит будущее ваших отношений. Это я вам совершенно точно и определенно хочу сказать. Поймите еще, как увидите, что вы все-таки изменились, стали другими, и вот вы как бы всегда, знаете, на протяжении отношений выступали инициатором в... Ну, вы выступали инициатором по поводу каких-то событий. Например, вы настаивали на ребенке. Хотя, почему вы настаивали на ребенке? Для чего он вам был нужд? Непонятно. Понимаете? И мужчина вполне вероятно просто привык, что все какие-то вот такие принципиальные действия, принципиальные события, вы берете в свои руки. Ну, а отсюда и переложение на вас ответственность. Вот. Вы спросите своего мужа, чего он хочет. И спросите его о том, какое место занимаетесь вы в том, чего он хочет. Спросите его об этом, как бы не означает. То есть, не надо придавать этому чрезмерно большое значение. Спросите его, как бы не означает об этом. И послушайте, что он вам скажет. А вы тут спросите себя, долго ли вы собираетесь это все терпеть. Вот это вот у вас все безысходно. И ради чего вы это все терпите. И вот тогда, я думаю, все станет настроеннее сразу. Да, будет страшно. Да, будет непривычно. Да, будет, я бы даже сказал, что будет тревожно, будет непривычно, будет тяжело. но это, знаете ли, это ваш, можно сказать, путь к новой жизни, без вот, ну, без лишних, без лишних преград, это ваш путь к новой жизни по сути дела. и я думаю, что это того стоит. Ну, если вы не считаете так, это ваше право, вот, это безусловно ваше право, но тогда вам остается только принять позицию своего мужчины, и не ждать, что эта позиция как-то вообще изменится и станет другой. Там их нет причин для мужчины, для мужчины нет причин что-либо менять, пока его все устраивает. Вот, об этом, на самом деле, вы стараетесь не забывать. Об этом вообще забывать не стоит, что люди не меняют ничего в своей жизни до тех пор, пока им все нравится. Если вы хотите, чтобы все было по-другому, если вам не нравится, просто начинаете действовать в своих интересах и все. Мужчины, это ведь действует в своих интересах, правильно? Мужчина же делает то, что он хочет. Мужчина же как бы мужчина же поступает так, как ему ему вот интересно, да, ему выгодно, а вы? Почему вы не можете? Я думаю, что родительскую позицию вам стоит заниматься только в том случае, если вы идентифицируете себя с этой же позицией. То есть, я имею в виду, что если вам действительно нравится, подчиняю Мужчину, это да, а в остальном, в остальном не надо, это ничего хорошего не приведет. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, мне все сделает его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.